Путешественник-велосипедист из Сибири целый месяц изучал Дагестан. За это время он успел увидеть практически все природные и культурные достопримечательности республики. В путь мужчина отправился более полугода назад и, пройдя маршрут Крым-Абхазии и все Северокавказские республики, прибыл в наш регион. Своими впечатлениями он поделился и с нашим корреспондентом Патимат Ханаповой. «Климат у вас интересный. У нас сейчас в Омске уже снег лежит. Сейчас приеду домой и сразу на лыжи встану. А здесь у вас, пожалуйста, цветы, тепло. Можно всю зиму путешествовать, даже и домой не возвращаться». Андрей Ильин приехал из Сибири, из крупнейшего города России Омска. В Дагестане гостит вот уже месяц. Объездил всю республику, побывал практически везде, начиная с Улакского каньона, заканчивая восхождением на гору Шелбуздак. «В самом деле республика оказалась самая гостеприимная, самые такие люди с широкой душой, добрые очень. Много меня в гости звали. Даже были случаи, когда из села, если я выезжал, уже за мной машина догоняла, разворачивали меня. Куда вечером из села уезжать, сейчас название не могу вспомнить. В общем, очень все понравилось. Красивейшая природа, разнообразная. Есть у вас в республике все. Больше всего мне понравился Шелбуздак, восходил на гору. Очень красиво». Андрей Ильин по профессии электросварщик. Пару лет назад ушел на пенсию и решил, буду познавать мир вокруг. Сначала он путешествовал на машине и лодке, затем увлекся велопоходом. И вот уже более семи месяцев ездит по стране. За это время Андрей побывал в Крыму, в Абхазии и на всем Северном Кавказе. «Почему вы все-таки решили не дома лежать, не видеть, смотреть?» «Так это полжизни так ушло. Дома на диване, в телевизор. Что там увидишь? По большому счету один негатив. А путешествую, кругом люди интересные, природа. Природа в основном мне очень нравится. Хото мир посмотреть. Время-то идет, не молодею». На этом мужчина не собирается останавливаться. Говорит, зимой побудет на малой родине, а затем снова отправится в путь. Но теперь уже не по России, а по другим странам. На вопрос о финансах отвечает. «На самом деле финансов очень надо немного, потому что у меня все есть. Все теплые вещи, всякие гаджеты, видеокамеры». «А что, багаж, расскажите, что у вас там?» «Тут у меня спальник, зимний костюм, там одежда, обувь смена, продукты, плитка, газ, кастрюли. Ну, в общем, обыкновенные такие бытовые вещи. А на продукты, ну, одному человеку сколько надо на продукты? 5-6 тысяч, больше я в месяц просто и не трачу. Мне одному хватает. А здесь, в Дагестане, так я и того не потратил». Сегодня Андрей Ильин покидает республику. Мужчина признается, несмотря на всю красоту природы и гостеприимства людей, по родному дому все равно скучаешь. Однако, прощаясь с нами, пообещал, что в Дагестан он обязательно вернется, но уже вместе с женой. По теме Тханапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала.